Добрый день, молодые люди! Меня зовут Эрик Шоков и сегодня я хочу вам показать ту карту, которая изменила моё понимание того, что такое Source 1 и что такое вообще возможно было сделать в этой игре. Хотел сказать старой игре, ну, наверное, так и можно сказать старой игре и на старом движке. Давайте я вам покажу, что это такое. Если прямо сейчас зайти в workshop Steam, то на первом месте будет находиться как раз Distractable Inferno, разрушаемый Inferno. Ну, а на втором месте Clutch Challenge от CyberShock. Distractable Inferno. Мы тыкаем по этой картиночке и попадаем на подробное описание этой карты. Создатель этой карты Lion Dog и тут он описывает всю ситуацию, что он сделал. Это звучит и выглядит очень интересно. По скриншотам, скорее всего, вам будет сложно понять, но здесь рушится всё. Ну, почти всё. Ты можешь взорвать, а сайт пробраться через middle прям в сайт. Вот такие будут дырки. Ты можешь сломать полностью забор, машину. Больше не буду показывать скриншотов, сейчас мы всё увидим сами. Я хочу, чтобы вы бы получили те же самые эмоции, которые получил я, когда она только вышла и я её испытывал. Ну, а чтобы было бы интереснее, я позвал на этот ролик мистера Эвелона, который не понимает, зачем я его позвал. Сейчас для него это будет сюрпризом. Посмотрим. Спасибо всем за лайки. Каждый лайк помогает выйти этому ролику в рекомендации Ютуба. Так, для меня это что-то особенное, правда. В CS GO на первом сурсе в это я бы не поверил. Смотри, у меня есть зерчатка. Смотри, что ещё сделаю. Для тебя это, наверное, ничего, да? И для меня тоже. Это обычное дело. Хуйная, блядь, зерчатка еле взорвала, блядь. Одну лестницу, блядь. Это пока что. Смотри, что сейчас будет. Так тут видно, что она вон светится, блядь. Да, она подсказывает. Но это просто размигра включена. Смотри. И чё, всё осталось, блядь? Я не знаю, подожди. Я ебнутая вещь. Вообще лютая тема. О, развалилась. Нихуйна, блядь. Это же шикарно. Бля, по камням, кстати, этим. О, так по ним ходить можно, смотри. А, это настоящие текстуры. Ты понимаешь, что это реально буст? Смотри, смотри. Срываешь дверь без проблем. Ты играешь на втором еду и сломаешь полностью этот балкон, понимаешь? Бля, ну тут, кстати, ёбнуть можно серьёзно. Да. Чувак, это ещё не всё. Ты сейчас будешь в настоящем шоке. Вот это пить, я знаю, да? Да, да, да. Смотри, что сейчас будет. Смотри. Ебать, на плент можно прорвать. А вот дверь, смотри. Стой, стой, стой. Экскурсию. Я... Ладно. Ебать. И смотри, смотри, ты можешь залезть на сайт. Только стой. Ну они же тебя тоже видят, да? Да, конечно. Пойдём, пойдём, пойдём обратно. Что ты думаешь, можно с этим сделать? Слушай, ну я предполагаю, что можно это взорвать. Взорвай. Чувак, смотри, ты можешь, смотри, тихо. Ну это, кстати, дисбаланс немножко. Тут можно ломать всё. Это... Это просто... А я не знаю, что здесь можно сделать. Подожди. Не, вроде пол... Да ладно, слышишь? Скорее всего, в комнату можешь зайти в это. Чувак. Посмотри где. Ну это имба, тут такие позиционки лютые. Типа, прикинь, ты стоишь, контролишь, а твой чел, вот там он стоит, блядь. Смотри. Оу. Ладно, пустим. То есть уже можно не чекать полковник, его нет. Да, да, да. Вот это имба полнейшая. Смотри, можно твою тережку просто уничтожить. Спасибо. Да, смотри, смотри. Не, я думаю, что она сломается. Можно побольше. Вот, она ломается. Смотри, сейчас мы это взорвём. То есть тут есть физика во всём. Ну, конечно, некоторые моменты... Да, физика тут во всём. Блядь, подожди, это странно. Она должна... Она должна отойти. Ой, она на тебе, ссори. Это что? Открыть-закрыть. Это просто гениально. Бля, это имба. Это же круто, да? Столько вещей можно сделать в этом. Да, можно типа контактировать с картой. А, смотри, колодец-то вообще тема. Ты можешь... Идти упади туда. Бля, сейчас. Иди упади в колодец. Всё, ты застрял. Тут можно сидеть? Да, ну, типа... Ты проиграешь. Но прикол в том, что подняться никак. Всё, ты здесь мертвец. Тут всё, да? А, нет, вот. Ау, это... Вот это гениально. Я не знал про это. Да, это жесткая штука. Типа ты стоишь контролив. А что это звучит? Гробы можно... Ну, вот это тоже. Это рофл, конечно. Хотя, смотри... Не знаю, короче... Везде можно найти применение. Смотри. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Ракета. Отойди. И сейчас будем всё взорвать. Раз, два, три. Всё отлетит. Всё отлетит. Смотри. Это шикарно. Ооо, вот это еба. Блин, ну тут вообще, мне кажется, теперь... А, смотри, смотри, канализация. Иди, метро посмотрим. Раз, два, три. Всё, можно её даже не чекать. Просто её уже нет. Давай сейчас мы пойдём поиграем на этой карте против людей. И посмотрим, как они используют это. Скорее всего сейчас все будут рофлить, просто взрывать всё подряд. Но попробуем выйти из этой ситуации, попробуем обыграть их. Она вышла 14 марта, и она уже сейчас на Саби-шоке. Поэтому вы можете все поиграть с друзьями. Это абсолютно понятное дело, как и обычно бесплатно. Заходим на Саби-шок в режим паблик под категорию Districtable Inferno. Мы создали 10 серверов на 100 человек, поэтому, наверное, после этого ролика 100 человек забьётся. Ну, по-любому нужно поиграть. Разочек, но по-любому нужно зайти хотя бы попробовать. Это очень жёстко. Небольшая рекламная интеграция, это такая есть файл, сайт, где вы можете ставить скины на какие-либо интересные события. К примеру, краш, джекпот или колесо. Мне больше всего нравится колесо, потому что здесь можно поставить, к слову, на x2 и эту же сумму на x3. В итоге, если вы получите x2, то вы будете в нуле. Если x3, то будет прибавка на неплохую такую сумму. Крутится колесо, и сейчас, главное, не фиолетовое. Боже, падает жёлтое x20, что за приколы. Ну, а также есть режим джекпот, где вы можете поставить скин, получив 93% к победе. И, возможно, именно ваш тикет и будет победным. Крутится рулетка, и, понятное дело, у меня был шанс очень большой. И здесь я побеждаю. 41 доллар с огромным шансом. Был 85%. Ну, и, понятное дело, классика этого сайта. Режим краш, где вы можете выставить любой коэффициент и попытаться словить его. Я поставил на 1.2, и он выпал, он пролетел, поэтому я получил свой скин. Эти скины можно вывести, просто нажав на кнопку «Забрать» или же «Продать» и продолжить играть дальше. Но промокод «Инферно» даст вам 25 центов себе на баланс. Поэтому используйте 300 активаций всего, можно успеть. Ну, а мы идём дальше, все ссылочки есть в описании. Так, заходим на сервер, где уже играет 15 человек. Здорово! Здорово! О! Стой, подожди! Тихо, тихо, тихо. Да. А, я... А, всё, я умер. Короче, смотри, поблос как-то не заходил, согласись. Какой-то бардак. Ну да, ну тут типа бардак. Ну я говорю, надо типа 5 на 5. Здесь и 5 на 5 собрать, и сыграть прям 5 на 5, я думаю, это было бы очень жёстко. То, чтобы всем нормально играли, а не типа по фану. Ты можешь думать про свои бомбы. Типа там заплендили, ты взломал одну позицию, убил чела. То есть, не знаю, тут они ломают, что попало, и просто играют, по сути. Короче, к выходу этого ролика мы сделаем 3-4 сервера 5 на 5. Поэтому вы сможете поиграть с друзьями. Ну, даже если не с друзьями, то хоть какой-то адекватный КС, потому что здесь бардак настоящий. Вот. Такое просто бегают. Ну да. Поэтому и паблики 5 на 5 будут. Короче, давай вердикт по этой карте. Это имба. Это вообще, это очень люто имба, потому что, ну не знаю, хоть какое-то обновление. Разнообразие, да. Ты понимаешь, ну в это сложно поверить, что на Сурсе такого года можно сделать такие вещи. Это очень необычно для КС. Я не знаю, я не шарю за Сурс, поэтому для меня всё норм. Какой можно сделать вердикт из этой карты? Это новый КС Го, это что-то интересное. Скорее всего, это продержится 3-4 дня и дальше все забудут. Но как факт, что такое можно сделать в этом движке, это круто. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. С тобой был я, Эрик Шоков и Вадзи Эвилон Казаков. Да, всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok